МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com, на нашем канале в Facebook, в YouTube, также RadioNVC, ну и, конечно, на нашей страничке в Facebook. И с помощью бесплатного приложения RadioNVC, если у вас iPhone или iPad, и вы где-нибудь в дороге, то вы с помощью вашего iPhone можете слушать нас, где бы вы ни находились. А если у вас Android, то, пожалуйста, заходите на нашу веб-страничку radioNVC.com и слушайте нас через Android у нас на веб-страничке. Совершенно верно. Спасибо. Анатолий Червец подсказал. Добрый день. Меня зовут Сергей Зацепин. Ну что, начнем, как всегда, с местных. Очередной сюрприз. То есть, это уже не сюрприз. Может быть, люди, которые голосовали за эту администрацию, я имею в виду местную, за Притцкера, Шмидцкера, за Лори Лайтфуд. Да, не ожидали. Вообще удивительно. Почему не ожидали? Он сразу сказал, он сказал до того, как его избрали, что он будет вводить налоги и повышать их. Но, как сказал Барни Сэндерс, что многие американцы будут заплатить больше за бесплатную медицину. Да, да, да. Вот, наверное, Притцкер тоже думает, что многие его избиратели получат, испытают наслаждение от того, что они будут платить больше налогов. Ну, а за счет чего в новом бюджете предусмотрено повышение зарплат к чиновникам государственным, увеличение, то есть, увеличение бенефитов, там какие-то дополнительные, и плюс повышение зарплат. Ну, иначе, не дай бог, у нас сократится говермент, да и не уйдут в частный сектор. Да, не говори. То есть, по сути дела, два профсоюза, профсоюз учителей и профсоюз государственных служащих, это вот две категории людей, вернее, две группы интересов, которые определяют политику местного правительства. И на них работает Притцкер. Но голосуют за него. Я понимаю, когда за него голосуют чиновники, которые работают. Вот, скажем, где-то я видел статистику в дистрикте Мэдигана, вот где он избирается, как в конгресс местный. Там у него, по-моему, 80% населения работает. Вот я хотел сказать, а чего им не голосовать? А че себе все работают на него? Че же они не будут голосовать? Ну, как бы с этими-то все понятно. То есть, люди голосуют за то, чтобы им давали зарплату и так далее. Больше, больше, больше. Но вот эти идиоты, которые работают в частном секторе и которых облагают дополнительными налогами, как, из чего они исходят? Из ненависти к республиканской партии, из какой-то особой такой фанатичной любви к демократической партии. Нет, я тебе скажу, еще не исходят. Вот я могу стою, они исходят, знаешь, еще из понятия, ну, раз поднимают, значит, надо. А, значит, надо. Ну, да, у меня один приятель есть, который говорит, я, в принципе, накануне того, как ему на 10 тысяч подняли налог на недвижимость, сплатил 25, стал платить 35, правда, взвыл. Сам себя сглазил. Да, накануне он сказал, ну, я, в принципе, не против чуть-чуть больше платить налогов, но если бы я был уверен, что эти деньги будут потрачены, как бы, с делом, с пользой. А хочется спросить, скажите-ка мне, дорогие мои, особенно те, кто голосовал за притскеров и за демократических кандидатов, которые сейчас сидят в спринклоге, вот, скажем, за последние, ну, я не знаю, лет 10, какие-то сервисы улучшились, ну, то есть вот налоги вам все время повышают-повышают, нам повышают налоги, какие-то сервисы, то есть правительство штата, там, что-то для нас сделало, вы почувствовали, вот, реально, что-то лучше стало для вас? Ты знаешь, что меня удивляет? Кстати, мне вот сейчас, буквально две секунды назад пришла эта мысль в голову. У нас есть некоторые радиослушатели, да, ну, я не буду их назвать по именам, которые чехвостят Трампа, почем зря, да, вот Трамп такой, Трамп сякой, он из того договора вышел, из этого договора вышел, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Живут эти наши радиослушатели, я так понимаю, не в Чернигове и даже не в Черновцах, то есть где-то в районе штата Иллиной. Я не знаю, в каком пригороде, или, может быть, даже в самом городе, но я от них ни разу не слышал звонка, чтобы человек позвонил и сказал, да черт с ним, с тем Трампом, вы посмотрите, что вытворяют вот эти демократы, этот Притцкер, это Лайтфуд, этот, как его, Мэдиган, Мэдиган, Калартон, Дербин. Не, ну, все, вот тут все нормально, а Трамп у нас делает, что, как не ступит, так не в то. Обязательно, да, и сразу нам становится всем плохо. Чтобы Трамп не сделал, нам всем становится сразу хуже намного, и денег у нас забрали больше, и работы стало меньше, и безопасности меньше, и вообще все просто не так. Чтобы он не сделал, все не так. И самое интересное, стоит сказать, от всей души и искренне поздравляю нашего президента с днем рождения. Кстати. Да, сегодня, сегодня не только этот праздник, сегодня день рождения армии. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Да. Место президента. И чтобы вы были нам здоровы до 120, но как минимум вам еще 6 лет, вам 6 лет нужно держаться, несмотря на всю эту мерзость, которую организовали, демократы. Просто жуть какая-то. Я пытаюсь представить, кто бы на его месте смог выдержать вот такой натиск? Никто. Сережа, никто. Вот я перебираю там 16-17 кандидатов, которые были... Ты себе представляешь, если бы МИД равный, если бы пришлось в два раза меньше выдержать натиск того, что выдерживает, и он моложе Трампа. Он фейковый. Ты представляешь себе, вот его, или, допустим, вот еще один, который у нас такой вот этот умный, Джастин Амаш, или как его там? А, из Мичигана? Да. Вот представляешь, вот он бы стал президентом. Через 2 секунды мы бы здесь все просто... Ну, Амаш палестинец. Как бы там с этим все понятно. Поэтому, ну, в общем... Да, кто бы... Да, кто бы не был. Есть некоторые приятные новости по поводу Амаша. Там проводились опросы, и похоже, что его на Праймарис вполне могут вышибить. Да он уже... Не, он уже все. Он сбитый блюдчик. Так что там все в порядке, все нормально. Осталось бы, чем меньше таких Амашек... И еще, может быть, у нас намечается одна сбитая летчица. Это Ильхан Амар. За нее взялись... Давай-ка расскажи для наших радиослушателей, потому что там действительно есть о чем рассказать. Значит, ну, мы все знаем, что Ильхан Амар это бывшая мигрантка из Сомали. Она, конечно же, мусульманка. Привезли ее сюда в нежном возрасте, в юном. Вытащили из вот такого S-Hall Country, как Сомали из лагеря беженцев, там, где вообще были ужасные условия, привезли ее сюда, воспитали, как говорится, взрастили, вскормили и выбрали ее в палату представителей от штата Миннесота. Так как там огромнейшая, кстати, Сомали комьюнити. Так вот, у меня по этому поводу есть теория. Я сначала расскажу, что произошло, а потом быстренько расскажу свою теорию. Значит, произошла такая ситуация, когда ее выбрали, она, конечно, тут же начала кричать в две глотки против Америки, естественно, против евреев, против Израиля, за Палестину, за мусульман, за законы шариата и так далее. Хотя ее оттуда вытащили с большими трудностями. Ну, тем не менее, вот она тут считала, что она уже стала кумом королю и что больше с ней ничего страшного не случится. Но вдруг начали постепенно, как грибы, вырастать всякие интересные обвинения. Первое обвинение, которое ей вменили, это то, что она якобы вышла замуж за своего собственного брата для того, чтобы стать гражданкой Соединенных Штатов. Цеплялись, цеплялись, смотрели, смотрели, решили, ну, может быть, даже не брат, но тем не менее, это была якобы преоррэнджед мерич, где, ну, в общем, она вышла замуж за человека, с которым она вообще не живет, не жила и не живет. Другими словами, обманула федеральное правительство. Обманула федеральное правительство. Это называется, как это называется? Это называется фрод. Это называется фиктивный брак. Фиктивный брак. Да. Это фрод. Теперь, дальше, больше. Вдруг оказалось, что, когда начали проверять ее налоговые декларации, оказалась интересная штука. Она почему-то заполняла налоговые декларации совместно с человеком, за которым она никогда не была замужем, но тем не менее указывая его как мужа. И так как заполняют налоговые декларации меньше, естественно, у нее там был реальный доход, потому что это была декларация на двоих. И вроде бы у нее с этим мужем трое детей, никто никогда не видел и не знал откуда эти дети. Да, кстати, с первым мужем, который якобы не брат, она утверждает то, что у нее был брак так называемый религиозный. То есть у нее не было цивильного брака, в смысле, она не расписывалась официально нигде, ни в каком велоч-холле или в сити-холл, она якобы была выдана замуж имамом. Начали узнавать, где же какой имам ее все-таки выдавал замуж. Пока что имама найти не могут. И тот имам, которого она назвала, он пока что еще не отозвался. Вернее, он не отозвался, потому что его не могут найти. Короче, неуловимый имам. Теперь, интересная вещь, что этот же имам, по идее, должен был ее развести с этим же мужем, потому что брак религиозный не может быть расторгнут так называемым офисер оф декорд или где-нибудь там типа ЗАГСа. Значит, ее должны развести имам. Опять же, никакого понятия о том, кто ее разводил, тоже нет. теперь, со вторым своим мужем, который почему-то якобы, она опять же не живет, и вроде бы дети есть, но их нет, ее расписывал почему-то христианский священник. как христианский священник мог расписать двух мусульман, вообще непонятно. Поэтому, то есть, там сейчас происходит, короче, ее сейчас, давайте говорить так, ее еще, ей не вынесли официальное обвинение, но пока что ее сейчас подозревают. Во-первых, в фиктивном получении гражданства, используя фиктивный брак, дальше ее обвиняют в том, что она заполняла налоговые декларации противозаконно, а это значит, что она не платила тексы те, которые она должна была бы платить как сингл человек. В общем, короче, получается так, значит, фиктивный брак, это грозит тем, что у нее могут отобрать гражданство, незаконная налоговая декларация, это значит так называемый текс овейжен или, ну вот, как это сказать, избежание уплаты налогов, за что вы знаете, пострадал очень сильно Эл Капон, за что вы знаете, очень сильно пострадал Пол Менефорд, Майкл Коун и так далее. Вот, в общем, короче говоря, тучи над городом стали. А теперь рассказываю вкратце свою теорию. Теория такая, ее самой большой ошибкой было выступление против евреев и Израиля. Евреи понимали в правительстве, что если они сейчас поднимут головы и откроют ты, их обвинят в исламофобии, зенофобии и так далее. Поэтому они дали возможность избраться, они дали возможность, то есть я, по моему мнению, вот это лично мое мнение, что всю вот эту ерунду с тексами, с фиктивным браком, об этом все знали, я имею ввиду евреи. Промолчали? Ты имеешь ввиду тех евреев, которые за нее голосовали? Я имею ввиду, нет, я имею ввиду тех евреев, которых она очень сильно обидела, которые находятся в Конгрессе, в Палате Представителей, в Сенате и так далее. Особенно израильтяне, которые, ну действительно, она просто их смешала с дерьмом. Так вот, мне кажется, что если бы ей помешали избраться, тогда бы кричали на каждом углу, что мусульманку задавили, заглушили и так далее и тому подобное. Ей дали избраться, а потом постепенно дождались, то есть это был просто вопрос времени, что она начнет выступать против евреев, против Америки, дождались и вот сейчас они постепенно мелкими дозами выдают на гора вот эти все сведения для того, чтобы, кстати, ей стоит сейчас сумасшедших денег, сумасшедших денег адвокаты, потому что ей действительно грозят очень серьезные... Ты упомянул адвоката, я вспомнил еще одну вещь. Она нарушила закон о выборах, она использовала избирательный фонд для оплаты работы адвоката, который занимался ее вот этими бракоразводными и бракосочетательными процессами. Да-да-да-да-да-да. Так что, я думаю, что действительно тучи над городом встали, я думаю, что это все не случайно произошло и, как факт, посмотрите, ее просто не видно и не слышно. Называется, знаешь как, что нужно сделать для того, чтобы Ильхан Амар замолчала. Ее не нужно убивать, ей просто нужно дать какую-то ситуацию, которой бы нужно было заниматься всерьез. все. И вот это будет интересно посмотреть, чем это закончится. Но в хорошем, я так думаю, для нее это не закончится. Будем надеяться, что восторжествует справедливость. Я буду надеяться. И люди получат... Другой разговор, что, конечно, за нее демократы станут горой. Конечно. И будут ее пытаться всячески отмазывать, но тут уже будет зависеть от республиканцев, насколько они смогут это дело протолкнуть. Фиктивный брак с целью получения гражданства, насколько я помню, из программ с нашими адвокатами, на самом деле грозит тюрьмой. Ну да, потом депортация. Вовремя отбором гражданства. И тюрьмой. И тюрьмой. Ну и, конечно, с налогами шутки тоже плохи. С налогами... В общем, куда-нибудь посмотри, там... Ну, я опять же, я не то, что злорадствую, просто я сказал буквально пару дней назад или три дня назад, что единственное, кого я ненавижу, я не расист, я не гомофоб, единственное, кого я ненавижу, это антисемитов. Все. Для меня это не люди, какой бы расы, какой бы национальности они не были. Ну вот, я, да, злорадствую. Так что? Ну что, отдохнем, переведем дух маленько, потом перейдем к другой теме. Давай быстренько поздравлю всех тех, которые смотрели игру баскетбольную. Давай. И, ну, тех, которые болели за Торонто, поздравляю. Тех, которые болели за Голден Стейт, ну, примите мои соболезнования, но я лично болел за Торонто, потому что мне просто надоел Голден Стейт. Поэтому всех вас поздравляю. Голд... Торонто выиграла со счетом 114-110 и увозит Кубок Чемпионата к себе в Канаду. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. И у нас уже есть первый звонок. Давайте послушаем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я, может быть, немножко ухожу о тему мое обращение к Анатолию. Вчера Элеонора нам рассказывала о событиях в Израиле. До этого, ну, где-то, может быть, месяц до этого, она тоже вспоминала французских евреев. И я тогда позвонил и сказал, что мой опыт встречи с французским евреем весьма-весьма негативный. Анатолий мне сказал, ну, что вы, по одному человеку судить нельзя. Она вчера вам рассказала полностью то, с чем я столкнулся с французами. Я могу вам добавить, что я умею по одному человеку влезть в поле не только его, но и целой нации. И очень многие вещи выяснить. Так что оказался прав все-таки я. Они другие и они не для чего. Ну, я вам скажу так. Человек, который берет на себя, судя по одному человеку, обсуждать о всей нации, я это даже не беру всерьез, вопрос, поэтому мне даже как-то неохота это аргументировать. То есть, вы оказались правы, слава богу. Я все равно остаюсь при своем мнении. Невозможно, судя по одному человеку, судить о всей нации. Поэтому, то есть, в таком случае, а нас о всех должны были бы судить точно так же, как судят о Путине, или, как судили в свое время о Сталине, или о Брежневе. Поэтому, я это полностью отрицаю. Ну, а вы, вы имеете право верить в любую свою собственную правоту. Пожалуйста. Ну, теперь вот, о чем. Самый большой скандал, ну, скандал, так называемый, который разразился в средствах массовой информации. Трамп давал интервью Стефанополосу. И тот его спросил, а как вот, если какое-то иностранное государство предоставит вам материал, грязь на вашего оппонента, это нормально или ненормально? Трамп сказал, правда, что, ну, в принципе, а что, это нормально, почему нет? А вы бы сообщили в РПР, ну, я бы посмотрел, что там, как, и принял решение. И тут все взорвалось. Я хочу напомнить, что не так давно Клинтонша давала интервью на дейли-шоу на комедий-центр. И вполне, так сказать, эту идею поддержала. Получать материалы из-за рубежа и использовать для борьбы со своим оппонентом. И не только Клинтонша. Мало того. В 2016 году во время избирательной кампании Клинтонша заплатила миллионы долларов, чтобы получить дезинформацию от ФСБ и использовать эту дезинформацию. Я вообще пытаюсь понять, случайно ведь ничего не происходит. Стефанополу за вопрос не случайно. Что это? Это попытка оправдать, хотя с другой стороны не предлагают закон, чтобы привлекать в уголовную ответственность. это попытка размыть. Это размыть истину тем, чтобы завуалировать саму по себе истину и забросать ее миллионами ненужных слов и понятий для того, чтобы вообще ее похоронить под грудой вот этой всей ерунды мишуры. Вот это вот все, что они сейчас, они прекрасно понимают. То есть они уже не могут отрицать того, что оно произошло. Потому что Дэвид Нунесс уже сказал, что у них есть абсолютные четкие доказательства того, что это произошло. Все. Это не обсуждается. Прослеживаются деньги, кому перечисляли, как переводились вся цепочка. Абсолютно. Поэтому это уже не, как говорится, не бабка надвое сказала. И вот теперь им нужно, это называется damage control. Сейчас они должны сделать все для того, чтобы свести вот эту ситуацию на нет. И если она даже всплывет, чтобы сказать, ну видите, а ваш президент, между прочим, собирался сделать то же самое. Вот и все. Я удивляюсь президенту, честно. Вот удивляюсь я Трампу. Он знает, кто такой Стефанаполос. Он знает, кем он был, кем он работал, где он работал и что он из себя представляет. Даже если он это так ответил в виде Стёба, ну он должен был быть немножко поаккуратнее. Ну и как выяснилось, они отредактировали, показали не всё. Конечно. То есть не полный ответ, а только вот этот кусочек. Он сказал, что я бы посмотрел сначала на информацию, а потом бы принял решение показывать её в ФВР или нет. Они этот, полностью вот этот кусок отрезали и оставили ответ, я бы принял эту информацию. В общем, и мидия взорвалась. Вот мне интересно, скажем, эти CNN, MSNBC, они не в курсе, что Хиллари Клинтон и комитет демократической партии заплатил деньги Стилу там через Fusion GPS, через контору адвокатскую, а тот в свою очередь, наверное, ФСБшникам заплатил, чтобы они состряпали. И всё это, так сказать, скоординировано, демократическая партия совместно с Министерством иностранных дел, который в своё время возглавляла опозорившаяся Хиллари Клинтон. Совместно с Агентством национальной безопасности, совместно с Центральным разведывателем и управлением Кома. И вот И стоит Департнер. И вот я хочу, вопросы мне. Вот эти вот Скарборо, Бжезинский, Рид, Им пофиг, они получают свои миллионы. Или вот эти вот дебилы на CNN, они не в курсе, что вот это всё происходило, что это есть. Но я понимаю, что дебилы, которые черпают свою информацию от CNN и ЛСНБС, они не в курсе, потому что они об этом ни разу не говорили. Я не слышал, чтобы они об этом говорили. Серёженька, ты помнишь, как говорили когда-то ментам, ваша задача не отбирать и делить, а складывать, умножать. То есть это не их работа вообще думать, мыслить, что-то анализировать. Их работа это чистая говорящая пропаганда. морда. Вот она, морда, которые им дали прописанный текст, и они этот текст обязаны читать, причём с умным видом на лице. Всё. У них даже это тяжело получается. И поэтому растёт количество идиотов в этой стране, просто растёт в какой-то страшной прогрессии. ты слышал не вчерашний, а отчёт за прошлый месяц о рейтингах разных компаний. MSNBC потерял 32% с момента того, как вышел репорт Малера. 32% viewers. Треть. CNN увольняет корреспондентов. CNN увольняет корреспондентов. Даже New York Times предупредил своих корреспондентов, своих журналистов, чтобы они больше не ходили на CNN MSNBC. Это же уму непостижимо. И всё равно, и всё равно наши вагиноголовые черпают свою информацию оттуда. Ну, они хотя бы бальзам на душу получают, потому что выскакивает Нэнси Пелоси или, скажем, Джаред Недлер и заявляет о том, что президент Трамп совершил криминальное преступление. Причём, третье лицо в стране, Нэнси безумная Пелоси, заявляет на всю страну, что президент Соединённых Штатов совершил преступление. То есть, эта старая бабушка решила, что она член жюри, прокурор и судья. Одновременно в одном флаконе. Да. То есть, она решила, что она вот царь и бог. При этом, всё это леволиберальное отребье обвиняет Трампа в том, что он авторитарный, что он тоталитарный, что он фашист, Гитлер и так далее. То есть, выходит, это полоумная бабка без решения суда, без следствия, без обвинения, без обвинения и заявляет о том, что президент совершил преступление. То есть, это такое, ну, сталинские приёмы. Не надо следствия проводить, не надо суда, вышла тройка, тройка вышла и приняла решение расстрелять. Полевой суд. Всё, расстрелять. Чрезвычайная тройка, как она называлась? Тройка, чрезвычайная, по-моему, тройка. Всё, расстрелять. Виновен. Неважно. Ни адвокатов, никого, ничего. Всё, виновен. Сказали, виновен, значит, виновен. Расстрелять. И вот это происходит в Америке. И демократы, и те, кто поддерживает демократов, которые показывают пальцем в сторону других стран, в сторону России, в частности, хотя может быть заслуженным, не спорю, радуются тому, что происходит такое же беззаконие здесь. То есть, не было ни суда, ни адвокаты не выступили в защиту, не было выгнуто обвинения, ни жюри рассматривала, ни судья вынес решение, а Нэнси Пелоси и Джаред Недлер вынесли решение. Президент виновен, совершил преступление. Или выходит бывший директор ЦРУ Брэннон тоже на всю страну и заявляет о том, что президент виновен. Или выходит там Свалвел, этот придурок из Калифорнии, который тоже, и говорит, что да, это вообще агент Кремля, он действует в интересах Кремля. Но это льет бальзам на душу всем этим вагиноголовым, всем этим Ленькам Могилевским. Как же он мечтает об импичменте, мечтает поучаствовать в паре на халяву. Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Они, это лишний раз доказывает безнаказанность членов демократической партии. Безнак, почему? Потому что, если бы это при, как говорится, власти прошлой администрации, если бы вышел Линдзе Грамм, или если бы вышел любой республиканский представитель, тот же, тот же Пол Райан. Представляешь себе на секундочку, Пол Райан, выступая на пресс-конференции, сказал бы, что Обама это преступник. На примере иранской сделки сказал бы, Обама предатель нашей страны. Он отправил целый самолет наличных денег аэтолам, которые обещают стереть нас и Израиль с лица земли. И Обама отправил туда почти 2 миллиарда долларов денег наличными. Как это объяснить? Кто ему позволил? Конгресс не принимал такого решения. Кто позволил Обаме отправить миллиард 700 миллионов денег аэтолам в Иран, которые финансируют всю эту деятельность на Ближнем Востоке террористическом? А где был Конгресс с его, как они называют, сумка, кошелек находится в Конгрессе? Так вот, где был Конгресс, когда у них из кошелька преступным образом, ни с кем не согласовавшись, вытащили деньги и отослали в непонятные... Где это все было? Вот тебе, пожалуйста, вот тебе безнаказанность демократической партии. А нам будут заявлять, вот вы все время плачете. Да мы плачем, потому, что, не дай бог, не дай бог, что-то произойдет со мной, не дай бог, с кем-либо здесь, в стране, нам грозит вот такая вот ситуация, которая сегодня происходит с Трампом. Мы об этом не думаем. А ведь мы вышли из Советского Союза, где была абсолютно четкая пословица от сумы и тюрьмы не зарекайся. А мы все считаем, что это только может произойти с Дональдом Трампом. Понимаете? А вас завтра вызовут куда-нибудь в полицейский участок, вынесут вам обвинение и тут же вас пошлют по этапу без суда и следствия. А какой суд? Мы знаем, что вы это сделали. Вот думайте об этом, дорогие друзья. Вот об этом надо думать. Не радоваться, что Трампу сделают импичмент или не сделают импичмент, а бояться того, что сегодня происходит с правосудием. Абсолютно забыли про презумпцию невиновности и сегодня нужно доказывать самому свою же невиновность. Причем чем дальше, тем хуже демократы себя ведут. Ты вспомни утверждение судей Верховного Суда Кавана. Просто каждый из этих ублюдков в Сенате от демократической партии выходил на экраны телевизора и говорил я верю доктору Форд. Я и верю, она жертвует, я и верю. Он не разобравшись, не проведя следствие, хотя ФБР проводила какое-то расследование и сказал, что они не нашли подтверждения тому, в чем его обвиняют. Нет, я верю и все. Он виноват. Он виноват и все. А после того, что ФБР провело следствие и признало невиновным, тем не менее, юридический комитет демократической партии настаивал на том, чтобы было еще одно. Вам ничего это не напоминает, господа товарищи? Давайте сделаем еще одно следствие. И если то следствие ничего не покажет, мы сделаем еще одно следствие. И мы вот так будем расследовать до тех пор, пока мы что-нибудь не накопаем. Понимаете, вот это страшно. Я 40 лет опять же здесь живу в этой стране, никогда не думал, что такое может быть возможным, что человека просто возьмут и признают виновным без суда и следствия. Страшно? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я вчера услышала, не помню, по-моему, на 560-м этой волне, что одна из пособниц Обамы, она, как говорится, вытирала, ну, как сказать, открывала имена, которые были зачернены во всех расследованиях. Ну да, это Сузан, как ее... Сузан Райс, это Саманта Пауэлл, которая вообще... Так, она вышла и заявила, мы имеем президента, который действует вопреки нашим американским интересам. Я чуть ли выпала в осадок. В то время, как Обама действительно действовал вопреки американским интересам, это точно коммунистическая партия, которая обвиняет всегда противника в том, что делает сама. я вообще предлагаю теперь называть не демократии, не либералы, а коммунисты. Они уже полностью заслужили это название. Я вам скажу, Варар, вы недалеко от истины, потому что недалеко, как вчера, Марк Левин просто назвал их фашистами. Это действительно... А это одно и то же, фактически, что коммунисты, что фашисты. Поэтому я сказал, вы недалеко от истины. Ну вот. Значит, это, наверное, даже не одно и то же. Вот смотри, если мы вернемся к истокам фашизма в Италии, то я не помню, чтобы... Может быть, я что-то пропустил, может, меня кто-то поправит. Там фашистский режим уничтожал своих политических оппонентов столь же рьяно, как коммунистический режим в Советском Союзе своих политических оппонентов уничтожал. Целые лагеря забивали, так сказать, врагами народа и так далее. Я не думаю, что такое происходило в Италии, но в Советском Союзе мы это все знаем. То есть, пытали до тех пор, пока люди не призна... Люди ломали людям волю. Все. Точка. Физически уничтожали. Физически уничтожали, да? То есть... Потому что, еще раз говорю, ну, люди, которые здесь, некоторые в колледжах учились, не видят разницы между фашизмом и национал-социализмом, хотя большая разница. Между фашизмом, который зародился в Италии, и национал-социализмом. Они не понимают изначально разницу между фашизмом и национал-социализмом, между строем промышленности, то есть, индустриальным... Экономическим устройством, да. И идеологической пропагандой. Вот это самая большая разница. А уже отсюда идет все остальное. То есть, в чем, как бы, основные отличительные черты фашизма? Это тотальный контроль государства или правительства над экономической деятельностью всех и вся. Вот это, собственно, и есть основа фашизма. То есть, контролируют, что производить, как производить, кому, чего и так далее. Сколько, когда и где. Да. Вот это основа фашизма. Национал-социализм это социализм с национальным лицом, который на национальной почве готов был уничтожить всех и вся. И, скорее, много общего между национал-социализмом и демократическим социализмом. Мы уже говорили, что демократический социализм это оксимарон. Конечно. Потому что социализм и демократия это вещи взаимоисключающие. Как может быть демократия, имея, например, Medicare for all, да? Вот как может государство, регулируя или являясь единым хозяином чего-то и регулировать это направление и при этом называться демократией? Демократия уже подразумевает как минимум два. Checks and balances. Как минимум два. И сколько демократии вот в этом законопроекте, так называемом Обамакер, а по которому если вы не покупаете что-то, то вас за это наказывают штрафом. А если билеты не возьмут, газ отключат. Это удивительные вещи. И все, и скушали, и поддержали. Нормально. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы приглушите радиоприемник и говорите, потому что там у вас очевидно задержка идет, поэтому Алло. Да, говорите, пожалуйста. Эт, плодник. Еще раз. Алло. Да, да, говорите. Здравствуйте. Плодник. Что? Алло. Нету временная локость. Короче, интересная вещь происходит в том, что сегодня Нэнси Полоси, Джерри Недлер, Эдам Шеф и Элайджа Каммингс, это люди, которые просто чисто пытаются сделать все для того, чтобы доказать то, чего не было. Все. Точка. А поводом к этому послужило то обстоятельство, что в 2020 году Трамп будет переизбран. Потому что те идеи сумасшедшего, которые предлагают нам кандидаты Демократической партии, да, кстати, последний, самый, один из последних, кто вступил в гонку, самый юный. Хулио Кестру? Не, не Хулио, другой, Бутаджич. А, ну да, ну это. Сказал, что если только, так сказать, посигнет Израиль на суверенитет Иудеи и Самарии, я как президент, так сказать, все помощи, всякую разную поддержку Израиля на корню пресеку. Жалко, что ему некому было сказать, вот именно поэтому ты никогда не станешь президентом. Совершенно верно. То есть, все, что они предлагают, это же утопия. Ну, меня, я понимаю, американцев, которые никогда с реальностью с такой не сталкивались, а еще им промывали мозги в школах, в университетах, в колледжах, профессора рассказывали о том, что капитализм, это все очень скверно, плохо. Они изучали теорию Маркса в университетах, им преподают в обязательном порядке. И вот, ну, головы такие еще неокрепшие, сознание неокрепшее, они в себя, ну, и потом молодежь, она склонна к такому радикализму. И они воспринимают все это как истину о том, что социализм, это здорово, это вообще все. А почему вот там? А там они неправильно делали, они дураки, а вот мы такие умные, мы вот. Это ведь не с сегодняшнего дня, это не только в России. Вот эти идеи, они же существуют давным-давно, с позапрошлого века, но ни одна не реализовалась так, чтобы можно было бы сказать, смотрите, действительно, они превратили жизнь в рай на земле. Такого нет. В ад на земле, да, но рая на земле не бывает. И тем не менее, 40% американцев на сегодняшний день, я не знаю, можно ли верить опросам общественного мнения, но они говорят о том, что 40% американцев в среднем предпочитают социализм над капитализмом. Ну, Сережа, это создается общественное мнение. Ты же понимаешь. Вполне допускаю, но, кстати... Ты понимаешь, почему? Потому что один вопрос, и это все ломает. Он все их верами. Один вопрос, покажите нам одну страну, которая построила... Они тебе отвечают. Они просто неправильно. Это неправильно. Я понимаю, но покажите мне одну страну, которая хотя бы приблизилась. Вот все. Добрый день. Добрый день. И, конечно же, забудьте. Так. Понятно. Теперь быстренько, в пику нашим людям, которые борются за открытые границы. В Калифорнии нелегал в машине, превышая... Которые, введя машину под градусом, который превышал в два раза разрешенный, въехал в мобилхом семьи троих человек, убил их насмерть, его пытался исчезнуть с места происшествия. Его арестовали. На нем оказались... оказался пистолет и наркотики. Значит, его арестовали. Его привезли в тюрьму. Его пальчики прогнали. На следующий день он стал перед судьей, и судья ему дает штраф, вернее, бейл, 300 тысяч долларов. То есть, он должен заплатить 30 тысяч. Он платит 30 тысяч. Его выпускают. Это нелегал. Его выпускают, потому что это sanctuary city. Правда, слава богу, на него быстренько наехали федералы. И тут же его арестовали тогда, когда он паковал вещи, запаковал 12 тысяч долларов кеш, 24 сотовых телефона и 4 паспорта. И собирался валить в Мексику. Дорогие мои уважаемые, которые кричат, что sanctuary city это хорошо, а открытые границы это еще лучше. Вот на что можно рассчитывать. Давайте мы, наверное, в этом месте сделаем еще один перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Напомню, меня зовут Сергей Зацепин, а со мной в студии Анатолий Червец. Ну и все вы, если хотите принять участие в разговоре, телефон в студии по-прежнему 847-4-0-0-5-2-0-0. Помнится, когда мы говорили о том, что я говорил, в частности, о том, что Обама тяготеет к социализму, то оппоненты мои говорили, да не только мои оппоненты, да и вообще все. Ну какой же это социализм? Это не социализм, не социализм, не социализм. Как бы вот так. То есть даже еще 10 лет назад социализм как бы не очень приветствовался. Как бы кривили душой, но не говорили в открытую, да. А сегодня в открытую говорят, что социализм это не так уж плохо на самом деле. Как бы это здорово. И это пугает. Добрый день. Добрый день. Вы говорили, что Обама кэр скушали. А как могли его не скушить, если Верховный суд его одобрил? Признал консессуальным и законным. Секундочку, секундочку. Я не знаю, о чем вы говорите. Значит, Верховный... чем в часе вы говорили, товарищ зацепен, господин... Нет, нет, я понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, когда Верховный суд признал это законным. Признал... Когда? Ну, лишь просто. Когда? Когда, когда оспаривал, Конгресс оспаривал этот вопрос, и Верховный суд большинством голосов в один голос, причем республиканец тоже проголосовал за... Он сказал и так, что это как бы налог. А вопрос налогов это вопрос законодателя. Окей. И законодатель признал, что это налог. И можно обама вверх считать законным. Да. давайте теперь немножко это дело разберем по частям, потому что вы все свалили в одну кучу. Значит, когда... Верховный суд сказал... Еще раз, молодой человек, вы, если вы что-то недопонимаете, вы хотя бы разберитесь в том, о чем вы говорите. Разберитесь. Вы сейчас вещаете на всю русскую комьюнити. Я вам предлагаю, давайте разберем, о чем вы говорите. Можно я задам простой вопрос, не вникая в юридические подробности. То есть, ситуация, когда вас облагают штрафом за то, что вы что-то не покупаете, для вас считается нормальной. Нет, не нормальный. Я же не говорю, что это нормальный. Я говорю, что Верховный суд это утвердит. окей. Я не сказал, что я за или я против. И между прочим, инсуру наставляют покупать на машину. Инсуру на дом заставляют Вот я поэтому вам говорю, что вы все свалили в одну кучу, у вас каша в голове, поэтому я вам пытаюсь это разложить по полочкам. Значит, когда Обама пытался протащить свой закон через Нижнюю палату, он его протащить не смог. Когда он его пытался, так как он не смог его протащить через Нижнюю палату, потому что было большинство республиканцев в Нижней палате, он начал это проталкивать, пытаться как-то, чтобы оно прошло через Сенат. В Сенате оно тоже не прошло. Почему оно не прошло? Оно не прошло, потому что пытались доказать, что то, что Обама заставляет людей платить деньги, если не покупаешь страховку, платить штраф, что это считается налогом. Окей? Они говорили, это не штраф, не надо его считать как штраф, считайте это налогом. И тогда согласились, что да, действительно, мы можем это считать как налог, и разрешить брать штраф. Дело не в Обама Керр. Дело, я еще раз говорю, в штрафе за непокупку страховки. Теперь, сейчас, если вы знаете, Верховный суд, вот именно сейчас, поэтому я вас спросил, когда? Вот именно недавно, буквально, ну сколько, ну полгода тому назад, Верховный суд признал, это неконституционным заставлять людей покупать страховку, а если нет, то платить штраф. Это было признано последним Верховным судом неконституционным. Вот что я вам пытаюсь объяснить. Вот и все. Поэтому... У меня тогда вопрос. Да. С вашего позволения. Пожалуйста. Ну получается, если в Верховном суде по политическим мотивам больше сторонников одной идеологии, он принимает одно решение, а больше сторонников другой идеологии, он принимает другое решение. Так где же законы? Объясняю. Хочется, что все вырешается по идеологии. Объясняю. Смотрите. Разговор шел абсолютно о двух разных вещах. Вот это то, что вы не можете разделить. Когда было протаскивание через... Вот во времена Обамы, не было протаскивания через Верховный суд. Просто его определили, сделали очень хитрый ход конем и сделали из этого как бы штрафа сделали налог. Можно я две копейки вставлю? Конечно, нужно. Значит, я помню то время, когда адвокаты Обамы доказывали, что это не является налогом. Это не является налогом, говорили они. Это я точно помню. Теперь, почему судья Роберт извернулся, исхитрился, согнулся в прецель, чтобы сохранить этот закон. Разные спекуляции на эту тему ходят, ничто не доказано, но во всяком случае, мне кажется, дыма без огня не бывает. поскольку администрация Обамы шпионила за всеми, копала абсолютно на всех. Вы помните, что за Розеном шпионили, за Ассошида Пресс шпионили и так далее. То есть, ФБРовцы, ЦРУшники шпионили за всеми. За некоммерческие организации. И даже за комитетом по разведке Сената США Брэннон, подонок Брэннер, признал это, они шпионили, они взламывали компьютеры и так далее, и так далее. И подслушивали. И подслушивали, подсматривали и так далее. То есть, это было такое полицейское государство. То есть, научились у ФБР, у ФСБшников или у кого, или у Гестапо, я уж не знаю, у кого Обама, его администрация научилась, но шпионили за всеми. Так вот, есть версия, что судья Робертс, они усыновляли как детей, у них усыновленные дети из какой-то третьей страны. Ну, может быть, изменились законы, может быть, не совсем честные и так далее. И этим его шантажировали. Вы понимаете, люди так усыновили, вот встаньте на место Роберта, усыновили детей, они с тобой живут, как бы становятся родными, и вдруг тебе говорят, слышь, брат, а мы у тебя, ты незаконно поступил, ты нарушил закон, придется детей вернуть. Это спекуляция, я не знаю, суда не было, никто не подтвердил, не опроверг, но во всяком случае такое существует. И именно поэтому судья Робертс, якобы вынужден был вот так извернуться и признать это налогом. Но сама суть, ведь как это не называй, как это не перекручивай, не крути, ты не покупаешь страховку, и тебя за это штрафуют. Вы привели пример автомобиля. Скажите, а кто вас заставляет покупать автомобиль? То есть вы можете купить автомобиль, вы можете не покупать автомобиль. И кто вас заставит покупать страховку, если вы не покупаете автомобиль? имея автомобиля абсолютно кто или дом если вы не покупаете дом если вы снимаете в берете в аренду дом кто вас заставит покупать страховку так что сравнение такой не очень корректно и мягко говоря ну корень некорректно миша человек просто не понимает человек понимаешь вот называется слышал звон не знает откуда он но вставить пять копеек нужно слишком слишком много люди смотрят cnn и msnbc кстати что касается msnbc джо рид есть такая там черная есть такая абсолютно паскудная баба которая заявила что ахмадинижат был прав израиль не должен существовать для вас господа еврейцы которые черпают свою информацию с msnbc вы тоже считаете что ахмадинижат был прав и израиль не должен существовать поддерживаете демократическую партию так так держать ну слушай некоторые заблуждаются значит их нужно как-то ну пытаться из этой трясины вытащить так что сейчас еще один скандал по поводу того что хулио там выступал вот содержит этих бедных несчастных нелегалов которые переходят границу под мостом огородили жараст кто их гнал сюда кто их сюда приглашал это первое и второе опять буча волна такая буря в стакане по поводу того что трамп нелегалов содержит в лагерях где в свое время содержали японских граждан си японского происхождения во время войны помнишь и где он правил конечно правда они при этом забывают или умалчивают или делают вид что не знают что в этих же лагерях обама содержал нелегальных эмигрантов но почему-то обами можно мало того чтобы обе можно но те фотографии которые были сделаны при обами которые пошли по всем мидия вдруг почему-то сейчас природе то есть при присваиваются приписываются трамбу фотографии 14 года где в клетках сидят нелегальные иммигранты и вот показывает как какой страшный человек трамп оказывается фотографии при оба не были сделаны слушаем вас добрый день добрый я не страховой агент просто ставлю свои две копейки относительно страховки машин а дело в том что ты можешь покупать двухсторонние или односторонние если ты купил односторонние то все что с тобой случилось и с машиной она никого не волнует и покупается для того чтобы человек которого ты ударил или еще что-то был компенсирован а с обамой там все наоборот вы абсолютно правы и до того как приняли обама кер у людей была возможность купить недорогую страховку накрано всякий крайний случай после того как приняли этот закон люди лишили этой возможности то есть тебе обамка со своими друзьями определил что страховый страховой полис должен содержать вот это вот это вот это вот это и выбор у тебя нет это называется социализм немножко пять копейки это можно пожалуйста а дело в том что несмотря на то что обама кер очень плохой и об этом спору нет и все увеличилось и пойманты наши страховка и так далее но в то же самое время нужно отметить что то что он дал возможность страховать детей до и четырех двадцати шести лет и но при экзистен кондишен это плюс окей давайте давайте тогда все раз вы залезли уже вы сказали вы не страховой агент но вы залазите уже в дебри которые прошу прощения да вы немножко спасибо большое значит то что обамка разрешил страховать детей до двадцати шести лет я вам скажу такую вещь раньше если ребенок за ним до тех пор пока ребенок занимался в колледже если он жил дома родители имели право его страховать поэтому абсолютно ничего нового в законе обамки не было это было и и раньше тоже теперь в отношении при экзистен кондишен давайте мы разберемся в том что уже давно при экзистен кондишен принимали еще со времен когда наша в кавычках уважаемая госпожа клинтон попыталась залезть как слон посудную лавку она решила реформировать здравоохранение девяносто четвертом году и тогда она сказала компаниям нет вы не можете не принимать при экзистен кондишен но взамен я вам дам возможность вместо того чтобы поднимать максимум на 10-15 процентов премиум в год я вам дам возможность ее поднимать аж до трехсот процентов и вот эти все страховки которые раньше стоили копейки вдруг взлетели skyrocket откуда вы думаете взялась вот эта цена страховки до при экзистен кондишен они уже покрывали никакого отношения не имеет к обама кир а вот то что с цена страховки взлетела непонятно как это что организовали вот эти все абсолютно никому не нужные ппо и чему participating providers health maintenance organization это никому не нужно было это все было сделано при клинтон ше и я как раз в то время еще вернее уже был страховым агентом издавал эти все был на этих всех собраниях так вот обама кир кроме того что абсолютно уменьшила качестве или ухудшила качество страховки тем что они создали вот эти три уровня планов если вы помните да или четыре платоном gold silver и bronze и если вы не дай бог не можете позволить себе взять что-то хотя бы на уровне silver то бронс это все равно что вы можете просто под забором подыхать простите меня за грубость а купить себе gold или платным тем более вообще никто себе сегодня по мне может позволить просто не могут позволить вот вам обама кир добрый день пожалуйста вы филе а вот здравствуйте анатолий можно у вас спросить о вчерашней вашей передаче пожалуйста вот вы вчера сказали о том что наши консомолка кортес уже намеревается покушаться на на место шумера сенате соединенных штатов и скажешь что вот у нее никому не будет никаких шансов а мне кажется что вот у нее как раз таки больше шансов пробиться сенат чем скорого времени будет у шумера потому что наш город я имею ввиду нью-йорк меняется прямо на наших глазах уже уже бедные граждане не имеют столько прав и привилегий столько имеют уж даже нелегалы я не говорю уже а те кто не работает и вообще мишин и среди меньшинств таких как кортес становится гораздо больше чем чем белое население соединенных штатов которые поддерживали посетить по поводу недавнего времени сенатора шумера вот все эти белые уже убегают кто в техасу южные штаты так далее и я боюсь что у шумера не будет шансов форма времени конкурировать карте с и таким как альфономар они надолго засядят его в сенате и вообще руководство ну вот смотрите я я с вами абсолютно не спорю во первых потому что это ваше мнение во вторых потому что в принципе есть в этом какая-то рациональность но что я вчера сказал вы меня немножко неправильно поняли я сказал что акасия кортес не имеет шансов по сравнению с шумером только потому что шумер он намного более ушлый и намного более как сказать ну наверно ушлый будет самое лучшее выражение в том что он есть создаст такие препоны и такие препятствия что вряд ли у нее сейчас пока шумер у власти вряд ли она сможет чего-то добиться но это абсолютно не исключает того что конечно в нью-йорке меняется полностью конъюнктура полностью мало этого у вас сейчас там ваш дебил деблазио пытается выдать нелегалам драйвеж лайсенс и вы это прекрасно понимаете для чего сделано потому что никто если человек приходит регистрироваться на как избиратель у него спрашивают драйвеж лайсенс он показывает и его регистрирует поэтому у вас там просто будет ну кошмар я вам честно там в долю не идут а вот чисто просто насчет акасия кортес да он придет ее время как когда-либо придет ее время но пока там шумер вряд ли он даст себя сдвинуть место в этом смысле спасибо вам огромное еще один звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте я согласен с анатолием шумер очень ушлый и мне кажется наш нью-йоркский слушатель просто мысточкова мысли все-таки 15 миллионный мегаполис не все уедут и все уедут но с другой стороны ведь вы видите что происходит скажем демонстрации проходят и так далее кто на его кто принимает участие в этих демонстрациях кто принимает участие в ралли которая проводит берни сэндерс в дневное время в рабочее время к сожалению те кто работают они работают не зря же трамп проводит свои роли как правило вне бизнес ауэрс то есть после рабочего дня потому что его поддерживают люди которые работают что касается леваков которые сейчас рвутся в президенты они могут проводить свои роли могут демонстрации устраивать в рабочее время потому что основная масса их сторонников это люди которые к сожалению не работают или это студенты или это люди которые ну и плюс вы не забывайте еще то есть я не вам это говорю я это говорю человеку который вот до вас позвонил не забывайте большую разницу между палатой представителей и сенатом в сенате в основном сидят ребята с сумасшедшим юридическим образованием которые понимают что к чему и зачем в палате представителей ну вот кто тебя выбрал вот того тот тебя и имеет понимаете поэтому большая разница между спасибо вам огромнейший быть инкомбент сенаторы из седла это нужно сильно особенно потому что особенно чакашу готова у которого подхвачено все там прикормленный волл-стрит конечно избирательную компанию его финансирует это не просто он у нас дюрбин смотрите сколько лет сидит кстати ты слышал дюрбин по моему вдруг он поменял религию он согласился на секундочку с лэнди граммом начинать потихонечку реформировать асайлом ло опять же талоны на галоши это еще не галоши но по крайней мере согласился так что будет интересно послушать к чему это все приведет огромное спасибо друзья спасибо хороших выходных будьте здоровы услышимся на следующей неделе